Добрый вечер! Сорта прокатного цеха номер 2, уникального для айчинной промысловости объекта. Под рабязностью сюжете наших корреспондентов. Сорта прокатный цех – это фактично завод у заводе. Его будавництво началось в 2012 году на площади, якой хайпила б для узвядения некоторых жилых микрорайонов. Сам будинок цеха мая вышиню 28 метров, приклад на 10-поверховый дом. Будовники признаются, что ранее им такого робить не приходилось. Масштабных таких объектов в нашей области не строилось. Он специфический объект, он не типовой. Сравнивать с чем-то не предоставляется возможным. То есть он такой единственный. В данном этапе объект находится на стадии ввода в эксплуатацию. Работы закончены, фактически строительные. Ведется горячее испытание оборудования. В ходе будавництва, якое вялось округлосуточно, специалистам довялось выращать множество инженерных задач, выкористовывать технологичные инновации. Некоторые у першиню. Одным из самых складанных объектов стала яма Акалин и глубиной 20 метров. В разъяе проходит вода для остуджения металлу подчас прокату. Замкненный цикл дозволяя максимально выкористовывать энергию и позбегнуть брудных выкидов у природооховную зону. Еще одна особливость – это проектование, якое ушло одночасово с будавницшими работами. Параллельное проектирование при таких стройках, оно необходимо, потому что могло бы затянуться это не на 3 года, а на 6 лет. И оборудование, которое мы запустили бы через 3 года, если бы не было проектирования этого, оно бы было уже морально устаревшим. И продукция, соответственно, была с большой себестоимостью и не конкурентно способна на рынке. Детали технологичного процесса металлурги поколь не раскрывают, при том, что выпуск продукции фактично уже иде в тестовом режиме. Головный экономичный плюс – высокий добавочный кошт готовой продукции. Для ее выпуск уберется недорогая сыровина, с которой отримавливается арматура розного диаметра. И она широко запотребована в будовництве, и залеживаться на складах не повинна. Руслан Пролясковский, Максим Савин, Игорь Марышенко. Телерадио компания «Гомельс» Жлобина. Сегодня на базе санатория «Золотые пески» распочалась 13-я Международная школа-конференция «Актуальные проблемы физики микросвету». И она продолжится до 7-го жнивня. Традиции на улику удельников этого высокоинтеллектуального мероприемства – представники Беларуси, России и Украины. Все лето так само присутствуют новуковцы со Швейцарии и Италии. Чекаются удельники с Германии и Великобритании. Вероника Ворошилина с подробностями. 13-я Международная школа-конференция «Актуальные проблемы физики микросвету» объеднала больше 100 новуковцев, аспирантов и студентов с краин близкого и далекого замежа. Треба отзначит, что первый подобный новуково-докационный форум на Гомельщине был проведен 44 года тому. Он был организованный тут же, в малюничном месте, с пригожей назвой «Золотые пески». Тогда, конечно, не было таких роскошных, как сегодня, апартаментов. Было скромное одно здание. Первая школа состоялась в спортивном зале. Сидели на низких гимнастических стульях. И в качестве технического средства была доска и мел. Но это было историческое событие. Идея проведения первой Международной школы по физице належала Объединенному институту ядерных доследований. Дарыч, и его представники, как и зауседы у лику гоноровых гостей. Объединенный институт ядерных доследований – это свой особливый центр супрационистства разных краин, накированный на развитие сусветной навуки. Институт занимается в основном тремя глобальными направлениями. Физика элементарных частиц или физика высоких энергий. Это как-то как синонимы используются. Ядерная физика, в том числе исследование новых элементов, поиски новых элементов в природе химических, я имею в виду. И физика твердого тела. Крайне важна в последнее время, в частности, для технологий. Тоже не только чисто фундаментальной науки, но и для технологий. Международная школа-конференция – выдатная пляцовка для обмену в опытом, обмеркования цикавых идей, выника у працы и досягнению. А тому она выкликает неподробную цикавость у молодых навуковцев. Мы и слушаем, и делаем доклады. Потому что здесь есть люди с очень высоким уровнем опыта, которые могут что-то подсказать, дать какие-то наводки на исследования, которые мы проводим. За 10 дней конференции особливая увага будет присвящена технологиям эксперимента у надеющих и плануемых паскаральниках. И это не выпадково, бо новоколцы нашей краины унесли важкий уклад у открытия новой частицы бозона Хиггса. 21 белорусский доследчик унесены в спис с аутра у этого сусветного открытия. В целом, первопожатковая международная школа по физике задумывалась, как выключно теоретичная. Все это когда-то началось отсюда, с каких-то, казалось бы, теоретических лекций, с сугубо каких-то, казалось бы, не имеющих практического применения идей. Но со временем это все превращается в реальные продукты, в реальные полезные для техники, для медицины, для материаловедения, для прибора строения. Вероника Ворошилина, Валерика Панько, телерадо и компания «Гомель». На Гомельщине протягивается проведение мероприемства у подобра упорадкования населенных пунктов. Наш корреспондент Дмитрий Кота унаведаў Лельчицкий район и поназіраў за тым, як парадок на землі наводзіць ў гэтым полеским регіоне. Каля в озеро Мох, на адным з уездаў ў городскі пасёлок Лельчиццы вядецца широкі фронт работ. Некалькі месяців тому мясовы і жахары выступілі з ініциативай обудавністві дзічарших пляцовак і альтанак на тэріторію, якая не выкрыстовалася. Камі і районным савець депутатів. Здесь будуть расположены детскіе площадки, будуть установлены беседки при паддежці наших лисхозав, будуть сделан пляж где-то в том районе, ну, соответственно, устраивацца тротуарно-пешеходная дорожка. Великая системная работа проводзіцца і паза межамі районного центра. У сельскай мясовасті, паранейшаму пытання зносу пустого старого жилля має прайоритетне значення. Тільки за гэты год було знесено більш за 230 таких будинків, а Мальпалова – у Буйновичськім сельським савеці. Головна умова, ка б пасля проведенной праці земля не пустовала довгий час, а починала як мага худшей приносить користь. Тільки за цей год у нас вже знесено 93 будинків, висвободилось у нас 130 гектарів землі, з якого вже 30 гектарів землі введено в сельхозоборот, і остальне в лесохозяйственный оборот передано. Усягож за пішні годы на території сельсовета було знесено каля 300 старых домовладанів, що дозволило вызволіць і в далішим эффективно використовувати більше за 500 гектарів землі. Однак пакуль праца цілком не завершена. Нередко визникають проблеми з уласниками жилья. Долгий час потрабуються для пошуку господарів, а без дозволу неможчимо пашать працу по зносе непридатного для життя дому. На сегодняшний день основное большинство населения отказываются от своих домов, даже и наследники, которые не вступили в свои права. Вместе с тем, есть такие случаи, когда мы вносим дома, включаем дома в регистр, проходим полностью всю процедуру до суда и уже после решения суда, получив распоряжение административной единицы, принимаем решение в отношении этого дома. В большинстве своем такие дома принимаются решения их снося, потому что их внешний вид и время того, когда и были не построены, они уже не соответствуют требованиям санитарных норм. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Лельшевский район. Глядите, завтра у 18.10 у промым эфиры телеканала «Беларусь-2» новый выпуск программы «Деалог». Гость студы – генеральный директор Гомельского отделения Белорусской гандлево-промысловой палаты Марина Филонова. Свои пытания можно задать по телефону промого эфиру «Гомели» 77 68 45. Протягиваем выпуск. Инспекторы природаховы пополнили свой послужный спис ясче одним буйным затриманнем. Говор кайде об беспрацовным «Жихары-Гомеле», який займауся незаконной лоулей рачной рыбы. За неполные 4 годины ночной рыбалки браконьер с допомогой сетки поднял 20 килограммов рыбы. 56-годовый «Жихар» областного центра свои 6 сеток поставил на зато 40 сош неподалек от детячего лагера «Боровая» в Гомельском районе. По словах затриманного, первую сетку он поднял прикладно утрых один и ночи. А пошню под пильным наглядом природаховников у семь раницы. Сярод браконьерских трофеев около полторы сотни хвостов каштоуных рачных пород ясь, судак, червонаперка. Усяго ж с початку этого года супрацовникам инспекции выявлено и спынено больше 130 порушений у правила рыбной лоулей. По 20 фактах распочатые криминальные справы. А пошни выпадок не выключения и окромя юридичных наступствов порушальника чекают серьезные финансовые страты. Вред, причиненный окружающей среде составил 235,3 базовой величины или 42,5 миллиона белорусских рублей. Своими действиями данный гражданин нарушил правила ведения рыбного хозяйства и рыболовства, утвержденный указом президента Республики Беларусь номер 580. На место вызывалась следственная персонала группа Гомельского РОВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2, ст. 281 УК Республики Беларусь. У Гомельской области назеряется сезонный усплеск дорожно-транспортных здарений у тымлику и по вине нецвярозых водителев. Об этом, подчас гарачей линии у промым эфиры Радио Гомель Плюс поведомил часово, выполняющий обовязки начальника управления УДАИ УУЗ Гомельского облывы конкама Андрея Гаркуша. Традиционный летний период зауседы характеризуется повеличением колькости дорожно-транспортных здарений. За пошния погода, колькость аутотранспорта у Гомельской области повеличилася на 4%, альбо 25 тысяч автомобилей. А кроме этого, назеряется массовый отъезд на отпочинок, а так само повеличение транзитного транспорта. Уся гэтае причины у сукупности дают несутешальную статистику. С початку года на территории Гомельской области зарегистровано 244 дорожно-транспортные здарений, у яких 53 человеки загинули, а ще 247 отримали травмы розной ступени тяжкости. У совезе с гэтым держа от инспекции было принято решение об проведении додатковых мероприемств по профилактице дорожно-транспортного травматизма. Проводятся рейдовые мероприятия на выявление пресечения правонарушений данной категории участников дорожного движения. Проводятся различные беседы в трудовых коллективах, в организациях. Данные мероприятия проводятся с участием общественных объединений, добровольных дружин. Гомельская команда «Ветрасть» дебютовала у высшейшей лизе чемпионата Украины по мини-футболе в минулом году. Клуб занял шестое место в первенстве и дайшов до полфинала Кубка Краины. В будущем сезоне команда протягнет смагаться за трофеи, однако уже под іншей назвой. За годы выступления у футзальном чемпионате Беларуси команда ВРЗ выиграла множество титулов у тем лику у активе две перемоги у Кубку чемпионов. У минулом сезоне клуб выращил попробовать себя и у мини-футболе. И под назвой «Ветрасть» заявился одразу в высшейшую лигу. Футзальный чемпионат так само не застався без вагона-будовников. ВРЗ протягнул выступления в национальном першинстве. У будущем сезоне все намагания на мини-футбольный чемпионат и тому команда отримала больше звычную для болельщиков назву ВРЗ. У тренерским штабе команды чекают, что другий сезон будет складание дебютного. Коли у минулом чемпионате действие мела место недооценка с боку соперника, то у будущем на гэта различовать не варто. Зараз подрыхтовка до нового сезона в самом разгаре. А кроме тренировок в планах проведения товариских матча и удел у турнирах. И на гэтым наш выпуск завершенный. У студы працавала Наталья Игнатенко. До новых сустречу эфиры.